Предмет исследований В разных планах найти интересные последствия Какие на сегодняшний момент предъявляются требования к рекламному образу Первое требование это целостность образа По целостности образа понимается системность его элементов Вербальных, визуальных, семантических, графических с точки зрения дизайна То есть когда образ является важнейшим коммуникационным элементом Который вступает в общение с целевыми аудиториями Этот образ должен быть максимально целостным Потому что любые разногласия в его структуре снижают коммуникативный потенциал Ну и в качестве примера я хотел бы показать Не так уж часто, к сожалению, в нашей рекламной практике Наверное, как и во многих встречаются такие очень хорошие, профессиональные примеры работы И я хотел бы показать такой последний пример Это 2015 год, пример рекламной кампании Я, к сожалению, не знаю разработчика На сайте я так и не удалось найти агентство Которое занималось разработкой этого продукта 2015 год, это год столетия геноцида армян И в Армении, не знаю, может быть, в каких-то еще странах В России я не видел, в Ростове, по крайней мере Не знаю, может, где-то в других городах страны Подобная рекламная кампания Это социальная рекламная кампания проводилась Ну, по крайней мере, в Армении, в Ереване Она активно проходит В 2015 году, и я вам предлагаю сейчас анализировать не это событие Да, у нас совершенно другая тема А рекламный продукт, который был представлен в этой рекламной кампании Ну, вот я попытаюсь очень кратко показать, что такое концептуальный рекламный продукт Вот на первом слайде представлена одна страничка брендбука Это рекламная кампания Здесь вы видите логотип В верхнем левом углу Логотип представлен цветком незабудка Оказалось, что в большинстве европейских языков Уносит тот же самый смысл, как и в русском языке Незабудка То, что мы должны не забывать Ну, в русской культуре он в большей степени Вот такой любовный контекст Да, там юноша дарит девушке Или девушка дарит юноше Для того, чтобы он не забыл о чувствах А в других странах он более глобален Да, просто то, что требуется не забыть Как бы такая мнемотехника Техника напоминания Незабудку дизайнеры сделали из пяти лепестков Пять лепестков олицетворяют пять континентов На которые распространились армяне после геноцида Там использовано три цвета Это черный цвет, цвет середины, цвет смерти Полюша, руда Понятно, что репрезентировано страшное событие Цвет желтый – это цвет жизни Который должен говорить о неком положительном будущем И как-то показывать И основная масса по цвету Которая представлена в логотипе Это вот такой фиолетовый цвет Ну, полюшеру – это цвет эмоциональной лоббильности Чувственности В патологии, что там Истероидные, да, волос Истероидные пациенты, да, выбирают Насколько я помню Фиолетовый цвет, полюшеру, да Ну, вот это в патологии Ну, нестероидно вряд ли, но депрессия, а невроз Ну, в общем, эмоциональная составляющая Должна быть представлена, да В норме это в таком адекватном виде Если говорить о культурной семантике То фиолетовый цвет является цветом Одежды апостольско-армянской церкви В рамках данной рекламной кампании Разработчики взяли четыре симы Которые, да, значит Это логотип Здесь представлены на всех языках На которых проводится рекламная кампания Слоган «Помню и требую», да Вот там есть по-русски «Помню и требую», вот «Помню» Это не забудка, требует Это некий, ну, что ли, поведенческий момент Который предполагает Ну, посмотрим, что они пытаются требовать Разработчики данной рекламной кампании Итак, четыре симы Первая – это международная борьба Второе – воспоминание Третья – благодарность Четвертое – возрождение Больше ничего Никто не пытается в эту кампанию Включить дополнительные какие-то элементы Все вот вокруг этих четырех Это квадрат, да, такой семантический Где каждая грань является вот составляющей Международная борьба предполагает По мнению разработчиков Ну, заказчиков Точнее, разработчики лишь отработали этот проект Апелляцию граждан Ну, скажем, к правительствам своих стран Для того, чтобы произошло признание геноцида Да, потому что это, насколько я понимаю Сделали далеко не все страны Воспоминание Вторая сема Предполагающее воздействие рекламного образа На то, чтобы люди помнили о том, что произошло И, ну, есть там такая категоризация этих воспоминаний На сайте, который был специально собран Люди пишут свои истории У кого есть фотографии размещают и так далее Третье – это благодарность Благодарность тем людям Которые спасли армян от геноцида И там, и благодарность туркам, которые кого-то спасали И на сайте это особо выделяется Или благодарность тем политикам, которые поддержали Признание геноцида и так далее То есть любые формы, связанные с положительными Так сказать Ну, вот с таким положительными эмоциями И четвертое – это возрождение Некая попытка нарисовать будущее армянской нации Они, с одной стороны, говорят о громадной потере С другой стороны, говорят о том, что есть некое будущее И пытаются его сделать Иными словами, такие сложные задачи Социальной инженерии, политически, социально-психологически Пытаются решать с точки зрения маркетинговой, рекламных инструментов Разработчики представляют всем Они, очень интересно, выбор с ними Они отказываются от телевизионной рекламы, от радиорекламы Основными носителями являются билборды Это щитовая реклама 3х6 Стандартные наши носители городские Которые на сегодняшний момент Вот покрыл весь Ереван И крупные города Армении И город, публичное пространство города Наполнено элементами фирменного стиля Но, в частности, это незабудка Которая практически на каждой второй машине Вы увидите на лобовом стекле наклеенные значки То, что мы называем сувенирной рекламой Майки, бейсбулки В громадном количестве представлены Вот в этом пространстве улицы Куда попадает человек И первое время Москвичи говорят Ой, как красиво, люди цветочки носят Но пока не понимают, не раскрывается понятие всего смысла содержания Значит, 7 билбордов Ну, почему 7 объемов ковриктной памяти 7 плюс минус 1 единица Больше смысла нет Вы получаете информационную перегрузку Вот в рамках рекламной кампании Используется только 7 наружных носителей Которые прорабатывают 4 эти 7 Плохо видно, да? Ну, вот первый просто Не пошел главный по очередности Первый билборд Он обыгрывает Идею вот большого ущерба Громадного ущерба Показывает, ну, по армянским данным Официальным Полтора миллиона армян Было истреблено 1915-й полтора миллиона Сайт, незабудка Я помню и требую И 4 семы, которые представлены внизу А в основной линии они плохо видны Ну, в реальности хорошо Второй билборд Ну, понятно, да? Это попытка Приравнять События 15-го года В Османской империи 39-го года Холокост начался чуть попозже Но, по крайней мере, да? Приравнять эти события Как Идентичные по сути И Заголовок такой «Осудив предыдущее, мы Мы бы смогли предотвратить следующее» То есть попытка показать о том, что Раннее признание и какая были реакции общества На события 1915-го года Возможно Могла бы предотвратить Фашизм Фашизм Третий билборд Ну, он такой эмоциональный Да, 1915-й Обыгран инструментами резни Рекламный образ Столетия геноцида Здесь попытка показать Тот урон, который Понес Американская Армянская Армянская Прошу прощения Армянская нация В 2015-м году было убито Полтора миллиона армян В 2015-м Живут 10 миллионов Ну, очень большой Большой ущерб Армяне существует Также существует Армянский вопрос Говорит нам слоган Да, который не решен Армянский вопрос Да, в данном контексте Это вопрос признания Геноцида Всем Всем человечеством Вот есть карта Только не по счастью Да А по признанию Половина планеты Официально или частично Признала геноцид армян Цветом выделены страны Которые признали Геноцид Вот Россия признала Более светлым Фиолетовым Которые частично признали Да, чтобы не сказать Не признали Ну, Америка, например Да, Обама Обещает это второй срок Но так и не делает И те страны Которые не признали И вообще об этом Не задумываются Или по каким-то причинам Не идут Рекламный образ Столетия геноцида 24 апреля Были убиты Депортированы Очень интересный билборд Потому что он Отдельно выделяет Ну вот, так сказать Элиту нации 240 армянских интеллектуалов То есть из полутора миллионов Да, они особо выделяют 240 армянских интеллектуалов И образ Это чернильница Ну вот, да Некая метонимия Визуальная Вот это интеллектуальная работа Писателя, литератора Поэта Которая визуально напоминает Ереванский мемориал Посвященный геноциду Кто-то был, кто-то помнит Он похож И, кстати, незабудка Тоже по своим этим лепесткам Она идентична Этому архитектурному сооружению И последний Стирая чужую историю Невозможно написать собственную Это билборд Который посвящен Ну вот такой проблеме Переписыванию истории Да, особенно В тюркских странах Которые пытаются Изменить Представление О Этих событиях Ну Тут можно увидеть Турецкую Турецкую графику Это вот В качестве примера Такого целостного Образа Концептуального Образа Который обладает Такими характеристиками Как рекламоспособность То есть высокий Воздействующий потенциал Образ читабельный Что очень важно Потому что его можно понять Да, его не нужно Разгадывать Как рибус И есть еще у нас там Параметр Как охраноспособность Да, ну Он степень оригинальности Для того, чтобы можно было Эти образы Защищать И иметь правовую охрану Он также отвечает Этим характеристикам Ну вернемся И попытаемся разобраться Что такое визуальная Вербальная Вербальная составляющая В рекламном образе Вот в 20 веке Реклама трансформируется В социальный институт И эти вот образы Визуально Рекламные Становятся Индустриально Воспроизводимыми Их очень много Они окружают нас Повсеместно Их воздействие Оно просто колоссальное Ну вот опять-таки Я тоже к социологам Обращусь По американским данным Средний американец Контактирует ежедневно С тремя тысячами Различных рекламных образов То есть на уровне Телевизионной Рекламы Радио Интернет Почтовой Сувенирной Наружной И так далее 3000 Время на потребление Рекламы В 4 раза превышает Время Которое он проводит В средней школе Ну вот К 20 годам Представляете Каково Вот это вот Воздействие Каково влияние Рекламных образов Если Объем Потребления Ну временной Да В 4 раза превышает Время Которое американцы Тратят на свое Обучение В средней школе Рекламный образ Он по определению Дискурсивен У Эльбрюна Есть понятие Такая Такая цитатка Интересная Что образ Никогда не бывает Невинным Слово Бывает невинным Да Бывает Индифферентным Образ Никогда Вот не зря Обратите внимание У мусульман Есть очень Интересный запрет На использование Визуальных образов Человека Да Ну просто запрещено Почему Вот растительный орнамент Можно изображать Человека нет Потому что Любой образ Обладает колоссальным Воздействующим потенциалом И его влияние На человека Может быть Травмирующим Негативным И каким угодно Поэтому контроль Над подобными практиками Крайне важен В отличие от запада Да Где визуальные образы Абсолютно легитимные Французский журнал Нам показывает Можно Рисовать карикатуры На что угодно Нет никаких Запретных тем Моральных Табу И чего бы то ни было Да Писать вот не про все А рисовать можно все Что угодно Это является Одно из метонимей Свободы В западном Ее понимании Если говорить О рекламном образе Это институциональный образ Ну вот тоже Я позволю себе К немецкому обратиться Потому что В немецком Очень хорошо Показано Содержание Что такое рекламный образ У них есть слово Девербунг Оно обладает Думя смыслами Это реклама И сватовство Ухаживания Старо-немецкое То есть мы По сути Через рекламу Сватаемся К человеку Мы ухаживаем за ним И слово Вербоволь Которое не имеет Такого прямого Перевода в русском Это человек Накачанный рекламой Тот кто приходит в магазин Покупает только Рекламируемые товары Да Вот то что у нас в слуху Это сексуально возбужденный человек Второй смысл Иными словами Реклама это всегда Вот Работа с такими Какими-то интимными эмоциями Глубинными моментами Это не просто Информирование о том Что у вас есть тапочки Да Которые выгодно купить сейчас И человек на рациональном уровне Их покупает Нет Вы сначала его соблазняете Буквально Да Вступаете с ним В интимную связь Потом Он Можете ожидать от него Каких-то действий По отношению к вашему товару Или услуге Которые вы хотите продвинуть В этом рекламном образе Который представляет собой Совокупность визуальных И вербальных элементов Визуально и вербально Позволю себе опять Заниматься редукцией За которую психолога Пытался ругать Развести их Потому что Хотя восприятие происходит Безусловно Совершенно по-иному Никто не выделяет Отдельно визуально и вербально При восприятии рекламы Но у нас есть два языка Вербальный и визуальный Это два различных языка Две культуры Две различные ментальности И они На протяжении всей истории Существуют В сложных диалектических отношениях Если верить поршневу Перворачально возникает Да не только поршневу Она на все антропологи Едина в этой точке зрения Визуальный язык возникает Визуальные коммуникации Первичные Вербальные Возникают значительно позже Доподлинно известно Что человек научился Воспроизводить визуальные образы Значительно раньше Нежели вербальные тексты Первые скульптуры и картины Появляются 23-30 тысяч лет тому назад А возникновение письменности Можно датировать Только 6-8 8-6 тысяч лет до нашей эры Здесь приведены Первые На сегодняшний момент Открытые Археологами Известные Французская пещера Шаве Картины Торпана И Совершенно другая эпоха Уже Более поздние Первые Первые открытия Пиктограмм Передней Азии Это 9-7 тысяч лет До нашей эры То есть Визуальные коммуникации Долгое время являются Основными И Встреча Между визуальной коммуникацией И вербальной коммуникацией Происходит Очень поздно Визуальные коммуникации В рекламе Разнообразные Можно выделить Три основных вида Визуальных образов Первые Это хирографические образы Те образы Которые сделаны вручную Человек нарисовал Картину Нарисовал Изображение Живопись Рисование Аппликации И так далее Ну Представлен Вот Модульная реклама 1912 века Газета Искры Не искра А искры Официальная газета Российской империи Там было много рекламы Вот такой Модуль Рекламирующий Парики Второй тип Фотографические образы Классический макет Рекламисты знают ДВД Агилди Он во всех учебниках Представлен Классик рекламного дела Реклама По-моему Школьных автобусов Мерседес И третий Компьютерные образы То есть Опосредованы Еще дополнительной Компьютерной обработкой Плохо видно Но вот они пытаются Здесь В рекламе Сигарет Добиться 3D эффекта Объемного изображения То что позволяет сделать То что позволяет сделать Именно компьютер Основная функция Овладения визуальным И вербальными образами Связана с безусловно Опознанием Вот Гибсон Выделяет 4 способа Опознания внешнего мира Первое Это непосредственное восприятие Которое у нас есть Посредством Зрительных анализаторов Второе Использование приборов Есть у нас мелкие Отдаленные объекты И в науке Там исследователи Используют микроскопы Телескопы Или еще что-либо То что позволяет нам Рассмотреть невидимое Нашим глазом Третье Это способ познания Язык Который придает Неявному знанию Явную форму И позволяет фиксировать Ранее накопленное И собирать воедино И четвертое Картина Это художественное произведение В общем виде Производство визуальных образов Как средство познания Расширяющие границы восприятия И способствующих Объединению разных Разных аспектов Внешнего мира Самых ранних этапов Филогенеза Визуальная информация Является основной Наиболее значимой И вот в ней Закрепляются образы Архетипа Которые очень активно Используются в рекламе И определенные Визуально-семантические Перцептивные стереотипы Ну например На следующем слайде Я попытался визуализировать Скажем там На поверхности растений Позеленение Свидетельствует о повышении Содержания хлорофилла Уведание О понижении Содержания хлорофилла Созревание О повышении Содержания сахара О цветении Наличия нектара И этот перцептивный стереотип Он находится в бессознательном И через свет Мы сразу можем Интерпретировать Те или иные процессы К примеру Вот рекламодатель Использует Цветовые Цветы Цветовое насыщение Как способ показать Крепость сигарет От Оттенка До наиболее выраженного Синего Или какого-то Серого цвета Механизм восприятия Переработки вербальной информации Принципиально отличный Письменный текст Воспринимается Посредством Визуального Сенсорного Канала Однако Это всего лишь Начальный этап процесса И в дальнейшем Восприятие Разворачивается В области Абстрактной Мыслительной Деятельности Система восприятия Антогенез Система восприятия Визуальной информации Склазывается К шестим месяцам Абстрактно-логическое Мышление Которое Становится Базисом Для восприятия Вербальной информации Словесной Лишь к Четырем Семи годам Вот Отличие И Здесь Что подтверждает Этот Закон Соответствия Развития Онтогенеза Филогенеза Визуальная Вербальная информация Воспринимается Обрабатывается Различными Отделами Мозга Я попытался Посмотреть Последние Нейрофизиологические Исследования Они чуть Усложняют Картинку Говорят Не все Отделы Правого Левого Полушария Задействованы Восприятие Визуального Вербального Но в любом Случа Львиная Доля Скажем По массе Этих Отделов Левое Правое Полушарие Отвечает Сугубо За свой Язык Да У нас Получается Левое Полушарие Отвечает За понимание Смысла Смысла Понимающего Смысла Музыкальных Произведений И вот Эта Визуалистика Вся наша Правое Полушарие Это Неправильно Говорю Левое Полушарие Это Отвечающее Перекресток Левое Полушарие Отвечает У нас За За что За абстрактно-логическое мышление За восприятие вербальной информации Это Восприятие Аналитичное Оно Атомизирует Воспринимающий ряд А Правое Полушарие Наоборот Оно Отвечает За целостное Восприятие Поэтому Все что связано С визуальной Энтологией Попадает Именно Правое Полушарие До сих пор Механизмы Зрительного Восприятия Недостаточно Описаны Если Обращаться К психологической Методологии Особенно Что Меня Интересует Восприятие Рекламного Образа То Мало Что Можем На сегодняшний Время Подчеркнуть Вот Есть Классическая Схема Курта Левина Которая Говорит О том Что Предметы Объекты Внешнего Мира Обладают Валентностью Валентность Это Степень Привлекательность Вектор Привлекательности Объекта Мета Валентность Сказывается Или Формируется На стыке Личного Опыта Человека И неких Внешних Факторов Влияния Ну К примеру Если Нам Рекламные Компании Постоянно Говорят О том Что Пить Воду Из-под Крана Плохо А вот Чистую Минеральную Хорошо То Вода Из-под Крана Начинает Приобретать У нас Отрицательную Валентность Рекламных Образов С положительной Валентностью Как бы По ливину Мы сказали Апельсин Говорит Съешь Меня Или Апельсиновый Сок Говорит Нам Выпей Меня Или Варенье Какао Обладает Вот такой Очень Притягательной Положительной Валентностью Который На уровне Вот такого Рефлекса Бессознательного Что ли Заставляет Человека Потреблять Данный Товар Визуальный Образ Быстрее Слова В нем Меньше В качестве Отрицательного Или Негативного Момента Куже Подчиняется Унификации И Конвенциям И не будучи Обозначенным Если вот Не подключать Все-таки Вербальные Средства Он становится Странным Загадочным Сновидным Правда В рекламе Это неплохо Это Выводит Рекламный Образ На уровне Сугестий Вот такого Внушения Образность Не обязательно Подчиняется Выделенной Из языка Семиотики И способна Культурной Самоорганизации Именно поэтому Так велик соблазн Попытаться вообще Забыть про слова Да И Сконцентрироваться Лишь на визуальной На визуальной Коммуникации На визуальных Образов И попытки такие Они возникают Не сегодня А Например Вот я нашел У историков 20-х годов Прошлого века 20-м Немецкий историк Искусства Варбург Предпринял попытку Представить Эволюцию искусства Посредством Исключительно Визуальных Образов Он создал Атлас Мнимазины Ну это такие Ширмы На которых были В определенном Порядке В которые он Определял Представлены Фотографии Либо изображения Искусства Живописи И так далее Которые должны Были в его Представлении Создать Целостное По его взглядам Целостное Представление У человека О том Как развивалось Искусство В 17-18 веке В 19-м И так далее Ну с точки зрения Идея Интересная идея Однако Никаких Образовательных Целей Она не достигла Ее результативность Оказалась Невысока Приметенно К рекламному Образу Также можно Зафиксировать Некую Тенденцию К его Визуальной Редукции И мы Выделили Три этапа В развитии Вот это Визуально-вербальное Противостояние В рекламном Образе Первый этап Это доминирование В рекламном Образе Вербального Компонента 18-19 век Доминирующий Рекламный Образ Это газеты Если вы посмотрите Кроме хирографических Образов Больше ничего Нет Фотографии Практически Не используются Очень дорогие Фотографии В 19 веке В газетах Использовались Только Для Очень важных Политических Освещения Политических Социальных Событий Ну там Приезд царя Куда-то Да Мы на первой Полосе Можем увидеть Похороны Я помню Толстого На первой Полосе Фотография Была Причем Она Была В очень Хорошем Качестве Однако В рекламе Я не могу Найти Ни одной Фотографии Вероятно Это очень дорогой Процесс И никто не использует Художник рисует В лучшем случае После того Как копирайтер Написал текст Копирайтер Это главная Главная Функциональная Единица В этом процессе Его текст Определяющий А художник Лишь Иллюстрирует Масса рекламных Статей Как вылечить Ревматизм А ну там Есть уже Образ Ну вот Другие Вот пожалуйста Модульная реклама Рисунка нет Да Ну нет графики Крайне мало Ее Это первый этап Второй этап Где Начинающийся С 20-х годов Прошлого века 20-го В Америке Создается такой Копирайтерский стиль Где Ну попытка Такого паритетного Что ли Существования Вербального И визуального Компонента В рекламе Ну это примеры Дэвида Агилы Правда опять Копирайтер является Главным Дизайнер Лишь визуализирует То что написано Никогда наоборот Более того Агилы считает Что не нужны Он выступает За так называемый Хороший кешталь Картинка должна быть Читаема Никаких вывороток Никаких сложных Шрифтов Шрифтовая надпись Только одна Простые гарнитуры Читабельный кегль И так далее Тому подобное Ничего Чтобы мы увидели Сейчас Реклама как риба Человек не может Вообще понять К чему Что они хотят Ему сказать Вот такая Хорошая Визуальная Гештальт И достаточно Воздействующий Хороший Добротный Текст Третий Топ Где доминирует Визуальный Компонент И мы можем Увидеть В данном случае Еще он где-то Есть Скажем Первый модуль Это реклама Рено В которой Визуализируют Ценности Сделана попытка Визуализировать Ценность Потребления Данной машины Песочные часы Вверху Пизанская башня За секунду Она превращается В Эйфелево Опять к Франции Возвращаемся Иными словами То есть Вот машина Да Позволяет Человеку Путешествовать Быть мобильным И познавать мир Вторая Второй модуль Это впитывающие Салфетки У человека Татуровка на руке Да И подкожную Подкожную картинку Салфетки впитали Он просто Положил И третий Это Пылесос Равента Два Охотника Стреляют С ружья А этот Поймал И ничего У них не получается Как я понимаю Этот поймал Утку Пылесоса Ну Данная таблица За нехватки времени Она есть Я попытался Сравнить Визуальный Вербальный Компонент Причем Выделяя Устную Речь и письменную Во всех Видах рекламы Да От рекламы В прессе Газет До Пиос рекламы Поинт оф селс Рекламы на местах Продаж И выделить Некие тенденции Ну вот Буквально Два слова Везде Мы видим Снижение Вербального Компонента Все Опять уходит На визуалистику И попытка Интегрировать Вот где-то В интернет Рекламе Все-таки Интегрировать Визуальный Компонент В большей степени И вербальный Третий Да Я уже обозначил Доминирующий Визуальный Компонент Рекламы Ну например Там зимой Или там С иммунитетом Видите По массе Большая кошка Которая По сути Так все И передает Да Зеленый Метафора Иммунитета Единственное Нам нужно Определить Что мы правильно Декодировали Почему у нее Зеленый Это Амбрелла Вот это Как она Зонд Зеленый Зеленый Зонд Это Вот такая Такая Метонимия Защиты Да Экологическая Защита От негативных Воздействий Внешнего мира Поэтому Нам бы неплохо Это слово Было внести По другому Ничего не скажем Скорее всего Дизайнер Не нарисует нам Какой нибудь Значок Визуалит Который мы четко Осознаем Как иммунитет Да Пока По крайней мере Он не существует Поэтому Коператор пишет Иммунитет Дурацким Шрифтом Не очень понятным Ну написал Плохой гештальт С точки зрения этого Не очень хорошо понятный Снижающая считабельность Но кошка привлекает внимание Особенно Для тех У кого кошки есть И их любят Ну а другие Не купят А это Реклама По поводу Запрета Швейцарии Минаретов У них там Референдум был Можно Минареты Строить И не нельзя Ну вот Правая Националистическая Партия Использовала Такой Страшный Образ Видите Да Это не Минарет Это прям Целая Такая Сделали из него Такой Ужасный Фаллический Символ Который Вот Ну как Ракета Которая Взорвется Ну 20 ядерных Ракет Которую Бедную Швейцарию Взорвут Где В Швейцарии Нет Тогда Нет Тогда Нет А сейчас Не знаю Где Все таки Останется Текст Может быть Две Лагуны Останутся Такие Где Вербалика Будет Востребована Первая Это сегмент B2B Это Рекламные Коммуникации В сегменте Промышленных Товаров Там Где мы Продаем Не столько Может быть Имидж Хотя И даже Туда Входит Мода Вот Можно Прям Писать Научную Статью Мода В сегменте B2B Никогда Не было А сейчас Уже Есть Оказывается Есть Модные Бренды Стального Проката Но Там Мне Недостаточно Визуальных Средств Чтоб Я показал Какие Технические Характеристики Выпускаемой Продукции Поэтому Здесь Это Морской Порт Новороссийский Мне Нужно Писать Тоннаж Грузоподъемность Мощность И так Далее Визуальными Средствами Я это Не покажу Остается Мне Это Описывать И Товары Сложные Технические Да Вот Про Мерседес Не все Я могу Показать Ну Ладно Там Имиджевая Реклама Кроме Имиджевой Рекламы Скорее Всего Мерседес Требует Еще Некого Опознавания С точки Зрения Технических Характеристик Вот Этот Макет Как раз Это Позволяет Однако Есть И Другой Пример Я Назвал Вербальная Молчаливость Премиальных Брендов Мы Когда Студентов Учим Мы говорим Структуре Рекламного Текста Это Визуальный Образ Заголовок Слоган Эхофраза ОРТ Основной Рекламный Текст И студент Приходит Ко мне С этим Макетом И говорит Здесь Нет Ничего Вот Просто Ничего Из чего Вы сказали Кроме Визуального Образа И Нейма Дольче Игабана Итог Который Не является На самом деле Вербальным Компонентом Он воспринимается Как график Это имиджевая реклама А другой У них нет То есть Весь бренд Существует На протяжении Последних Пяти лет То что Я отслеживаю Только на уровне Вот таких Визуальных Изображений Только на Основе Визуальной Коммуникации Понятно Они или нет Я думаю Не очень Потому что Если провести Исследование Скорее всего Каждый будет Рассказывать Свою историю Того что Они показывают В разных странах Это будет по разному Восприниматься Однако в любом случае Он несет Определенную Вот прибавку Ценностную Престижа Например Уникальности Интересности И так далее Ну последний модуль Это винный ресторан В Москве Там тоже есть Только наименование Больше ничего Ну вот Девушка И этот клиент Чего-то заказывающего Итак У нас есть Три основных Механизма Воздействия рекламного Образа Это аргументация Сугестия Подражания Аргументация Предполагает Использование Исключительно Вербальных средств Я не могу Аргументировать Визуальными Не получается Аргументация Это логические доводы Поэтому Вот их очень мало Вот этот Тапочек Эко Вот там Есть аргументация Вот этими Белыми Выносками О том Что написывает Ну сугестия Пожалуйста Дольче Габана Вот эти все Лезбийские вещи Очень сугестивные Они представлены Здесь И подражание Тоже обходится Спокойно Без вербального Компонента Это известный Какой-то фигурист Который рекламирует Зубную пасту Ему подражает Его сын А мы вероятно Должны подражать Этой счастливой Семье Для того Чтобы достичь Счастья Хоть как-то Купив Зубную пасту Под соответствующим Названием Еще один момент Где можно Найти Все-таки Вербальную Вербальную Что ли Вербальный Компонент Это логотип Правда Он за счет Изобразительных Элементов Превращается В графику Ну вот Слева Вот этот Вот Они проводят Ребрендинг И в европейских Странах Макдональд Становится зеленым Ну вот эти Экологические Тенденции Он позеленел У него возникла Возникла Веточка Пророс Да И поэтому Он такой Экологический Уже не красный Золотой А? Не, не у нас Не знаю когда Но они Когда бренд-менеджер Примет решение Что основная масса Потребителей Макдональдса В России Нуждается в экологических Ценностях И они будут разделяться Наверное он тоже Позеленеет и у нас У нас пока Наверное нам все равно Из чего Вот по крайней мере Я в Ашане знаю Есть зеленые кассы Есть обычные В обычных кассах Пакет 3 рубля А там 3,50 Все в обычных кассах Но в зеленых Если я куплю За дороже То там я не так Отравлю экологию Ну Мы стоим в обычных кассах Не в зеленых То есть пока Не вошла Эта экологическая идея Ну Я не говорю про всех Кого-то вошла Кто-то стоит Ну и вот пример Там Южный федеральный университет На мой взгляд Логотип ужасный Непрофессиональный Сделан Сделан Плохо читабельный Да Фаллический треугольник Вписан в вагинальный круг Он запер Просто там И он Неустойчивый Да Круг начинает Вращаться Куда-то Непонятно Есть два вектора Чтения Ну смотрите Вот это первое Вот это второй Ну и я уж тебе говорю Что любой рекламист знает Что мы логотипы Размещаем не только на сайте Не только на билборде Три на шесть Да Таня прекрасно знает Что мы размещаем еще на ручке 20 на 40 миллиметров Ну и вот Любой рекламист говорит А где я это размещу Вот этот шедевр Да Потому что Вы ни одну букву Не пропечатаете А зачем нужен логотип Где вы для того Чтобы разместить На самом-то деле Ручка это не такой уж Редкий носитель Если говорить о сувенирной рекламе То это может быть номер один Да Тем более для вуза Так вот Если вы вынуждены будете Убирать из него элемента Значит да Он становится не целостным То тогда его эффективность Крайне низкая Американские исследователи Росси Старой Перси Предложили такую Достаточно простую Американскую схему Которая пытается Анализировать Как воспринимается Целостность этого образа За счет выделения проводника Проводник для них Кто дает осмысление Рекламному образу Текст Либо картинка В данном случае Использование вербального проводника Но это значит Если мы возьмем И уберем Слоган Вот я убираю Прощай молочница Представили Да Вот вы видите Изображение Женщина идет За ней бидон какой-то Этот бидон закрыт Флюкостатом Абсолютно ничего не понятно К чему это Что это рекламирует То ли молоко То ли женщину То ли Что угодно может рекламироваться Да С таким изображением И понимание этого образа Дает только слоган Прощай молочница Тогда я понимаю Что молочница В данном случае Это переносное значение Это не молоко Это другое что-то И лекарство является Средством для того Чтобы излечить Это заболевание Здесь проводник Слоган То же самое Ерпес ловится легко Если вы уберете Этот слоган То вы видите Картинку На котором человек Ну бегает С очком И ловит Какие-то поцелуйщики Что он рекламирует Фирму По знакомству Да Или еще чего-то Непонятно А вот Ерпес ловится легко Нам дает понимание То есть это вербальный Проводник в рекламе Ну например Билайн У Билайна есть такой Фирменный стиль Они используют Как правило Визуальные проводники В рекламе Для них главное Является Для понимания Это визуальный образ То есть если Вы визуальный образ Убираете Проще говоря Никаких лишних цифр Вообще непонятно Про что это Понимание Этого Дает только Графическая Графическая часть То есть Вот ноль рублей Входящие Все исходящие По одной цене И мы понимаем Что имеется ввиду То же самое Там вот этот Вап Ярче Снов Для того чтобы понять Что имеется ввиду Нам необходимо Посмотреть картинку Это примеры Использование Визуального проводника В рекламе Я не буду останавливаться Там есть отличия По восприятию Разных целевых аудиторий Когда эффективнее делать Вербальный проводник Когда визуальный Но они есть Использование Неэффективное Или дисфункциональное Использование Вербальных Или визуальных элементов В рекламе В рекламном образе Приводит к следующим Последствиям Первое последствие Называется Информационная перегрузка Ну вот пример Этот модуль Когда вы используете Более 7 единиц информации Под единицами информации Я понимаю Не только вербальные Но и визуальные элементы То возникает Информационная перегрузка Информационная перегрузка С точки зрения Потребления рекламы Это зэпинг Зэпинг это бегство От рекламы Человек начинает убегать Как отравнирующего элемента Мы видим что-то нехорошее Уходим Закрываем глаза То же самое делает человек Зэпинг исследуют рекламисты Для того Чтобы от него избавиться Некоторые его создают За деньги заказчика Второй вариант Визуальный шум Ну что такое визуальный шум Это использование Большого количества Цветовых пятен Это Композиционные ошибки Это непонимание Что такое фигура и фон Это конфликт фигуры и фона Здесь невозможно Фигуру на фоне выделить Что нам хочет дизайнер сказать Где фигура Где фон Разбирайтесь сами Ну и так далее Ну вот Вечер популярной музыки Какое-то безумное Вот это называется Ужасный гештальт Который Который не будет прочитан Более того Нанесет Несильный Не на уровне Конечно Там Потери памяти Но некий ущерб Потребителю рекламы Почему они должны Нас любить с вами Я рекламистов Я имею ввиду Я не понимаю После всех этих вариантов Ну и последний Последний слайд Я попытался Обобщить Все высказанное Ранее пропущенное И выделить Дифференциацию В рекламном образе Визуального И вербального Компонента По следующим Характеристикам Структурные элементы Базовые функции Структурные элементы Рекламного образа Тип мышления Доминирующая полушария Формирование восприятия Ну когда К 6 месяцам Либо к 7 годам Тип переработки Направленность Функции В рекламном образе Вид информации О рекламируемом объекте Механизм воздействия И дисфункции О которых я уже сказал Времени нет Но я Если эта табличка Кому-то нужна Я готов ее выслать Либо дать ссылку На Книгу Где это В моей главе Она опубликована Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому